Ребятки, всем большой привет! Сегодня я еду в Барли и хочу полечить свои волосы, потому что за лето я их так неплохо подубила. Ездила на море много, и вот это вот все морская вода, солнце, ветер. Не знаю, короче, волосы очень сухие, мне не нравится их состояние. Я позвонила ребятам, сказали, что у них есть лечение Olaplex, сейчас очень-очень популярное, поэтому хочу поехать сделать, надеюсь, что поможет спасти мои волосы. Ну и беру вас с собой, как всегда, так что поехали! Ну что, ребят, я уже в Барли, сегодня Вика, Вика, подходите ко мне, сегодня Вика мне будет делать лечение, это будет Olaplex, правда? Да, да. А вообще, в чем его фишка? Просто настолько популярное лечение, что даже я не удержалась с этим маркетинговым ходом, и настолько расхваленная процедура, действительно ли она оправдывает вот эту волну, что, ну да, я тоже хочу сделать ее. Ну, Olaplex, это нельзя его сравнить с классическими видами лечения, я не знаю, не помню, делали ли мы какие-то насыщения, кератиновые, увлажнения. Ну, да, ну что-то делали, какой-то простой ход. Обычно мы всегда совмещаем с окрашиванием, но Olaplex не нельзя сравнить с такими видами лечения, как кератиновое насыщение или глубокое увлажнение, которое мы раньше протекровали. Он больше направлен на восстановление структурных связей в волосе, которые разрушаются во время окрашивания, осветлений, механических повреждений. В первую очередь, конечно же, мы рекомендуем эту процедуру блондинкам, которые регулярно подвергаются осветлению. Ну, вот я, да, вот получается, у меня окрашивание все время, да, и плюс я заметила, что после отдыха у меня сильные волосы, прям сухие-сухие. Девчонки, кто делал такую процедуру, напишите, как вам, потому что я впервые буду такое делать, но очень надеюсь, что волосы немножко восстановятся, и будет у них вид поприятнее, поприличнее, прям трогаю, сухие-сухие. После окрашивания, в принципе, у меня все было нормально, у меня такое после моря, у меня ужасно не подходит, когда вот вода меняется, начинаются вот такие вот капризы с волосами, поэтому... А я много путешествовала и все время меняла воду, короче, такое с ними что происходит. Ну что? Да, там, да, они внутри очень сильно путаются, прям такие колтухи. Плюс еще вот этой процедуры, что нужно классические виды лечения совмещать с соло-плексом. Можно применять на натуральных волосах, для седых очень круто, эффект, видимый такой, появляется косметический эффект для пористых, седых и еще при этом осветленных волос. Короче, вариаций много, да, под любые волосы, под любую задачу, ну, то есть они просто подлечиваются и вид имеют, да, более аккуратный, хороший, блестящий. Не на всех волосах можно увидеть именно косметический эффект, но вот именно работа... Мы, в первую очередь, как мастера, замечаем непосредственную работу соло-плекса во время осветления, когда вот больше всего волос повреждается, мы это видим, это чувствуется. А соло-плексом, он не то что не разрушается, он временами становится в разы лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь на 20 минут, да, в полотенечко? Да. Так, короче, я тут ходила пока, смотрите, что я увидела, я не видела этих плоек, это, наверное, что-то новенькое. Так, короче, продаются на стенде, вообще офигенные. Какие-то, наверное, профессиональные. Бест бьюти. Вот эта плойка, ими крутят они, точно. Вот она, такая. Так, я себе заказала в кафе рядом, смотрите, такой пирог. Ну, он похож на киш с колбасками, потому что выбегала из дома и не позавтракала. А тут подается пирог прям с салатиком, так что приятного аппетита. Так, поели, попили. Теперь смываем. Как раз поработало все там, да? А как лучше делать вот эту процедуру? После окрашивания или, там, например, перед вообще? Эту процедуру можно делать до, во время и после окрашивания. Ну, то есть не имеет значения, да, время? Не имеет значения. Ну, кто регулярно, в принципе, привязан к ежемесячному окрашиванию, как раз совмещает эту процедуру в день окрашивания. Ну, вот волосы уже. Да, такой шелковый. Да, прям чувствуется шелковый вообще. Массаж. И массаж. Так приятно. Самая любимая часть. Не больно? Не, очень приятно. Релакс. Мягенькие такие. Мягенькие такие. Субтитры создавал DimaTorzok Я уже после процедурки, видите, ровные волосики, вытянули их и на вытянутых, конечно, лучше всего смотрится результат. Что могу сказать? В принципе, они такие мягкие, как детские волосики, знаете, такие у деток прям шелковые. И вот сейчас такое ощущение, конечно, сухость ушла. Вот. И буду я красить волосы где-то через неделю, на следующей неделе. И тоже это хорошо перед окрашиванием. То есть, как и говорила Вика, процедуру можно делать как во время окрашивания, перед, либо после. В принципе, значения не имеет. Это все в любом случае благоприятно влияет на волосы. Ну вот, по ощущениям, конечно, волосы очень мягкие. Так что, рада, что попробовала. Если вы пробовали процедуру и напишите вообще, пробовали ли вы и как вам эффект. Мне, в принципе, понравилось. Я очень, так, нечасто балую свои волосы. Единственное, что я пользуюсь всегда ампулами. И вот этот период, когда я ездила в путешествия, я их не брала. И вот сразу волосы стали сухие на море. Когда я пользуюсь ампулами, то все хорошо. И во время окрашивания тоже ребята мне периодически делают такое увлажнение, маслечки. Вот сейчас мы попробовали Ola Plex. И, в принципе, я довольна. Посмотрим, как будут окрашивания на нем. Ну и спасибо, что вы были со мной. Обязательно увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok